Всем привет! Я Фанасий Евгений из Тинькофф. И сегодня я горд представить вам очередного спикера на конференции Питер Пай Ахтарова Данила. Данил у нас архитектор текстовой платформы в компании Тинькофф. Да, всем привет! Меня зовут Данил и, как сказал Женя, я архитектор. Но я большую часть опять же пишу код, а экспертиза у меня в этом не потеряна. Данила из тех архитекторов, которые пишут код, а еще заставляют писать код других, заставляют писать его именно таким образом, который устраивает нашего собственно архитектора. Да, у нас сегодня будет очень интересная тема, она будет не только про Питон, а про различные вещи, с которыми Питон очень часто скрещивается в тех или иных сочетаниях. И вот самое мне тут интересное, Даня, мы с тобой много лет работали вместе, давно знакомы, ты вот столько лет был уважаемым человеком в сообществе, в компании, писал код на Питоне. Как ты вообще докатился до жизни такой? Начал про раз на Пайтон-конференциях рассказывать. Расскажи, пожалуйста. Да, хороший вопрос. В целом я, кроме Пайтона, еще смотрел на другие языки чисто для pet-проектов, для общего развития, потому что там Питон имеет там свой императивный стиль, да, там есть, опять же, функциональные языки, есть компилируемые языки. И смотрев на них, мне они не очень нравились, но когда я посмотрел на Rust, я, можно сказать, влюбился, ну или нет, мне понравилась его безопасность, какая-то, так скажем, новизна, потому что для меня в целом использовать его было, ну, какой-то челлендж. И использовав его, я посмотрел еще в сообществе, опять же, его можно подружить с Питоном, и тут начал прямо как-то постигать, потому что в Питоне есть небольшие ограничения, с которыми, в принципе, нормально живем, но почему бы их не исправить с таким крутым языком как раз? Наверное, так. Ну, а почему, скажем, не какой-нибудь Go? Мне кажется, намного более модный язык, особенно среди питонистов, как ты думаешь? Да, я не спорю, Go — классный язык, но, наверное, проблема в том, что он хоть и компилируемый, да, но он не приближен к языкам, как CISI плюс TUS, ну, из-за понятных причин. А вот Rust, он немного другой. Он и низкоуровневый, но при этом позволяет писать код, когда ты думаешь, что у тебя будто есть garbage collector. Наверное, так я бы сказал, ответил на это. Просто почему не Go? Потому что Rust более низкоуровневый. Да, похолеварить на тему разных языков мы обязательно сможем в дискуссии после доклада, к которой я всех призываю присоединиться. Также хочу напомнить, что можно задавать вопросы прямо по ходу доклада, писать их в чат, либо на сайте Петерпая, в канале, в Телеграме. Мы будем все вопросы фиксировать, на самые интересные ответим в прямом эфире и продолжим обсуждение их уже, собственно, в дискуссии. Также обязательно голосуйте за доклад. Это очень важно для спикера, получать обратную связь, чтобы сделать свои доклады в будущем еще лучше, еще качественнее. Но на этом, я думаю, мы не будем больше откладывать и перейдем к самому основному нашему выступлению. Данил, тебе слово. Да, спасибо, Женя. Приятно было пообщаться. Ну и в конце еще пообщаемся, конечно же. Здесь давайте начнем. Хотел бы с вами поделиться, как можно подружить язык Rust с языком Python. В целом эта тема не новая, но так как я немного познакомился с этим, хотел бы также поделиться своим пониманием, своим опытом с вами и, возможно, в конце как-то это обсудить. Я, как говорил, Rust с ним увлекся совершенно недавно, около трех лет назад. Это не мой основной язык. Я все так же пишу на питоне. И в целом какие-то новые сервисы, новые продукты также продолжаю писать на питоне. Мне этот язык очень нравится. Но иногда почему бы там… Есть проблемы с какими-то местами в Python. Почему бы не использовать Rust? И ради этого, конечно же, этот язык и можно использовать. Наверное, так. Давайте продолжу. Здесь небольшие ссылки про меня. Можете написать мне в Telegram, если хотите. Можете подписаться ко мне на GitHub. И также, как сказал Женя, я архитектор в текстовой платформе компании Тинькофф. Сегодняшний наш путь будет состоять из тех тем. Вот давайте я вас познакомлю с текущей структурой. Скажем, чтобы в голове вы ее как-то придержали. Будет небольшое введение. Почему, когда и кто. Дальше поймете, что это означает. Расскажу вообще небольшое время, как можно Python подружить с другими языками, абстрагируясь от Rust. Вот как это вообще происходит в таком более низком уровне, я бы сказал. И практическая часть, где мы попробуем реализовать наше решение на Python. Точнее, на Python, используя Rust. Сделаем какую-то библиотеку и постараемся ответить на вопрос, почему именно твое использование не дает никаких результатов. Я здесь скажу чисто свой опыт, поделюсь. В целом, есть на что посмотреть. Давайте начнем. Почему Rust? В целом, это скорость, безопасность. Одним словом, компилируемый язык программирования без гарбош-коллектора. Но на самом деле не в этом причина. Основная причина, наверное, это то, что Microsoft переписывает ядро на Rust. Это новый код, компилируемый на Android, 20% написан на Rust. Это в ядре Linux используется Rust. И в целом, круто, наверное, иметь какие-то технологии, которые позволяют быстро... Ну, которые то, что ты пишешь, еще и быстро обрабатывают. Но если за ними нет каких-то компаний, которые драйвят его или поддерживают, в целом, мне кажется, можно не особо тратить, наверное, свое время, свое рабочее время. В предпроектах, конечно, можно этим заниматься, но Rust не из этих языков. За Rust, я думаю, большое будущее, потому что большие компании его используют у себя на продакшене. И... Секунду, sorry. Да, хотел сказать, что то, что Rust на хайпе, это не просто так. Когда же нужно использовать Rust? Здесь тоже пару слов. В целом, первые три причины, наверное, больше к перформансу относятся. Если вы решили написать что-то на C, C++ или Go, посмотрите в сторону Rust как какой-то там язык, который можно подружить с Python. Почему бы нет? Если у вас есть задача на производительность, это очень маленький процент таких задач может быть, когда, не знаю, там, не знаю, 1 сотая процента, когда вы не можете уже горизонтально масштабировать свое приложение, мы, конечно же, можем какие-то узкие места переписать на Rust. И CPU-баланс задачи тоже про перформанс. Здесь я имею в виду, что какие-то стандартные вещи, как стерилизация или шифрование, дешифрование, их можно бесплатно написать на Rust, чтобы получить какой-то буст в производительности. Опять же, мы там одним ядром процессора сможем обработать больше инструкций. И четвертое, это я от себя добавил, то, что Rust можно использовать как язык программирования бизнес-логики. И не секрет, наверное, что Rust имеет мощную систему типов. И в целом, если у вас чистая архитектура на проекте, почему бы еще не сделать больше ограничений и не использовать другой язык, где программист заведомо не сможет уйти куда-то в сторону и реализовать бизнес-логику. Таким образом, вы сможете, ну, как минимум ограничить с ограничениями, всегда разрабатывать намного проще. И плюсом вы получите дальнейшую поддержку благодаря Rust. Потому что Rust безопасный системный тип. Например, хочу порекомендовать доклад, как небольшой команде переписать русские места на Rust. Там как раз-таки ребята, вроде связанные со статистикой, написали на Rust. Это, по сути, их была бизнес-логика, и ребята как раз-таки этим делятся. Второй проект – это Solana, который… Это блокчейн первого уровня. Просто хотел отметить, что такие вот крупные проекты тоже используют Rust. А тут, в частности, Solana рекомендует писать свои смарт-контракты именно на языке Rust. Да и в целом Rust в блокчейне очень популярен. Кто использует? Здесь как раз-таки приведены примеры, кто уже начал использовать Rust на своих проектах. Это PyDentic, это RAV, хорошо знакомый в Python сообществе, это Tokenizer, я думаю, а те, кто знаком с ML, тоже его используют. И много других инструментов, которые не выбрали там сайт, да, или C. И они выбрали раз, чтобы реализовать какие-то свои узкие места и таким образом улучшить производительность. В принципе, мне кажется, это уже какой-то показатель, да, вот зачем вам вообще стоит посмотреть на этот язык. То, что… Вот я привык, допустим, использовать какую-то библиотеку, ну, например, Pedentic, и мне нравится ковыряться в ее исходниках, потому что мне так удобнее, я так больше понимаю код, как он работает и так далее. И когда он написан на другом языке, и я в нем ничего не понимаю, мне будет, конечно, это делать сложнее. Если вы уже посмотрели на Rust, я думаю, вам будет это делать намного проще. Но, опять же, есть, конечно, свои нюансы, и это язык Rust. Собственно, все эти проекты используют Pyotree, и дальше доклад будет именно про Pyotree. Да, извиняюсь. Pyotree, наверное, сейчас один из самых популярных инструментов для интеграции Python и Rust. Есть и другие тулзы для биндингов, но мы будем рассматривать только Pyotree. С чего же все начинается? Это с того, что есть в целом какая-то концепция интеграции языков друг с другом. Все языки плюс-минус взаимодействуют с языком C, и на базе этого они уже могут взаимодействовать между собой. Опять же, у нас есть FFI, сегодня уже несколько раз упоминали этот термин, foreign function interface, здесь определение языки, да, механизм, с помощью которого языки могут общаться между собой. Как бы это на Python не выглядело, если бы мы не использовали библиотеку Pyotree? Тоже не секрет, есть стандартный модуль C-types, который позволяет нам использовать какие-то бинарники. Здесь как раз-таки приведен пример в третьей строчке LXC. У нас скомпилированной бинарной шестой версии, мы ее так инициализируем у себя на проект, у себя в коде. Дальше мы определяем функции, которые мы хотим использовать, потому что тут надо как раз-таки, чтобы Python произвел какой-то интероп, да, вот соединение, чтобы мы могли другому языку передать данные, с которыми он будет работать, и чтобы он нас никак не тревожил. Опять же, какой-то инструмент, какая-то библиотека на стороннем языке может не представлять, что вы там на Python и написали, и вообще, что из Python вы вызываете. Поэтому он делает это безопасно, и в целом с помощью такого подхода. Здесь есть небольшой оверхат, это с копированием данных, но можно его тоже обойти с помощью, допустим, этого примера. Здесь мы просто создаем, аллоцируем в Python какую-то память, да, вот ByteRate как раз-таки есть про это, берем на него указатель и его уже передаем в нашу библиотеку LXC. Это помогает без копирования передавать информацию, и в целом у вас нету никакого оверхата. Собственно, это можно использовать, опять же, как-то так. Давайте теперь перейдем к Pyotree. Это библиотека, да, она расшифровывается как Python TrackSite. Здесь тоже небольшие определения. Библиотека для создания Python расширений на языке. Раст предоставляет высокорвневой API и предоставляет и демантический интерфейс. Это значит, что в целом, когда вы пишете на Rust, используя синтаксис Rust, он плюс-минус похож на синтаксис Python. Хоть это и разные языки, да, в том же Rust и классов нет, и наследования и так далее, но с помощью Pyotree вы можете сымитировать поведение, которое Python скушает, и в целом будет обрабатывать, будто там есть наследование, даже множественное наследование и так далее. Вплоть до магических методов и всех протоколов, которые есть в Python. Pyotree в этом слове, мне кажется, очень удобен, так как позволяет не писать кучу шаблонного кода, а просто разрабатывать вашу бизнес-логику. Давайте начнем с примера. У нас в команде есть, да, секундочку, с чего начинается с пример, это с инструмента Maturin, который также поддерживается командой Pyotree. Сейчас я вам расскажу, что он позволяет делать. Инструмент Maturin позволяет нам создавать и публиковать пакеты Python, которые основаны на Rust. Он работает не только с Pyotree, но и с другими инструментами. Здесь как раз таки приведены команды, которые дают вам быстрый старт, вы можете инициализировать ваш проект, быстренько его скомпилировать и запустить и использовать. Это, я думаю, хороший плюс для данного инструмента, потому что вам, в принципе, не нужно задумываться о каком-то окружении. Ну, правда, здесь надо, конечно, иметь интерпретратор Python в вашей системе, в вашем окружении и Rust в последних версиях. Также одним из плюсов является то, что Maturin сразу создает джебы для GitHub Actions. Это значит, что вам не надо их писать самому. Вы просто создаете какой-то токен на PyPy, добавляете его к себе в секреты в GitHub Actions, и у вас для каждой платформы, для каждой операционной системы создаются свои бинарные файлы и публикуются уже на PyPy. Я думаю, это совершенно, ну, так скажем, дает быстрый вход именно в PyPy и в целом в Rust Community, потому что вам не надо задумываться, как это делать. Ну и в целом нет сложности интегрировать это в свой процесс, если у вас какая-то своя инфраструктура сборки. Потому что там все декларативно написано, можете просто скопировать и конвертировать в ваш вид. Давайте, наверное, перейдем уже к задаче. Я думаю, в целом будет интересно. Именно вот эта часть, она, да, занимает большую часть времени. Давайте попробуем быстренько погрузить в тему именно основку задачи. У нас на проекте мы предоставляем HTTP API, да, и мы предоставляем его в формате CamelCase. Но в Python мы его используем в SnackCase, и нам нужно какое-то конвертирование из CamelCase в SnackCase. Мы используем FastAPI, FastAPI использует PyDentic, а PyDentic позволяет нам сделать алиасы для наших атрибутов, чтобы, допустим, ну, это было лаконично, да, как-то, чтобы было более явно. Но это не совсем удобно. Мы можем, используя тот же PyDentic, сделать какой-то генератор алиасов. Вот здесь как раз-таки в пятой строчке приведена функция toCamel, которую мы дальше имплементируем. И в целом это позволяет просто писать код в Python-стиле, в SnackCase, а уже в API непосредственно принимать в формате CamelCase. Достаточно удобно. И задача как раз-таки, я думаю, вы уже поняли, это написать функцию toCamel на Rust, и мы попробуем сравнить ее с реализацией на Python. И вообще к ней есть плюсы языка Rust. Давайте напишем на Python. Это всего лишь пару строк кода. Здесь могу прокомментировать. Просто разбиваем нашу текущую строку на подчеркивание, то есть делим на подстроки. Первую часть берем без изменения, остальные join, преобразуя первый символ каждой подстроки за главные буквы. Таким образом получаем CamelCase. То же самое на Rust не получится сделать за две строчки, но можно сделать за такое количество строк. Сразу скажу, что мне интересно было, как чат-жапитин пишет этот код, поэтому я попросил его, добавил некоторые улучшения по производительности, и в целом код выглядит примерно так. Давайте, наверное, его более детально я вам объясню, чтобы в целом было понимание, что здесь происходит. Начнем, конечно же, мы с более таких низкоуровневых вещей, точнее, не связанных именно с нашей задачей, а связанных с Rust. Это что вот это вот означает. PyFunction, да, и PyModel. В принципе, по названию, я думаю, вы понимаете, но это механизм в Rust, чем-то похож на декоратор в питоне, но называется процедурный макрос. Макрос работает с аст-деревом. Условно он видит весь код, в который обернут кто-то. То есть у нас в теле функции есть какой-то код, и если мы оборачиваем его в процедурный макрос, то процедурный макрос может этот код полностью переделать. Это позволяет на Rust реализовать более такие лаконичные вещи, чтобы не писать много, так скажем, много шаблонного кода, но при этом какая-то явность, конечно же, теряется. Дальше я бы хотел рассмотреть нижний вариант просто в двух словах. Здесь мы инициализируем наши функции. По сути, мы инициализируем наш пакет или модуль. Здесь может быть прям какая-то иерархия наших модулей. Можно представить это как какой-то Python пакет, init модуль в Python пакете или какой-то отдельный модуль. В целом вы сами вольны делать, как хотите. Есть какая-то сигнатура, которая состоит из двух аргументов и инициализация функции. Инициализация функции тоже происходит с помощью уже декларативного макроса, который принимает на вход нашу функцию и как-то ее преобразует, чтобы соединить именно с Python кодом. Я думаю, вас, наверное, утомил немного RAS кодом, но давайте продолжим уже с верхней частью. Она более интересная. Здесь именно есть часть кода, которая, в принципе, понятна. В целом RAS код не такой уж и сложный. Есть небольшие, конечно же, нюансы. Допустим, вот мы принимаем аргумент S. Это какая-то ссылка на строку. Что это означает вообще? Вообще в RAS все строки — это массив E8, а здесь мы берем уже, получается, срез на этот массив, который находится в памяти. И есть небольшие ограничения при работе с этим срезом. Мы его не можем изменять. И в целом мы можем про это даже не задумываться, это ограничение языка RAS. Но при этом мы ничего больше и не делаем. Мы просто пишем наш аргумент и функции, которые мы хотим принять. И есть и другие типы, которые вы хотите сделать. EpyO3, как мне кажется, плюсом, он все это делает под капотом. То есть вы просто пишете тот аргумент, который вы хотите. Видите, вы, если хотите, не копировать данные из одной области памяти в другую. Зачем это надо? Чтобы, опять же, RAS, если работает с копированными данными, которые уже не относятся никак к Python и к его рантайму, то можно применять всякие параллельные вычисления и так далее. И, в принципе, экосистема RAS работает с типами RAS, а не Python. Вы можете уже использовать другие библиотеки, которые есть в сообществе. Я здесь показал небольшую таблицу. Слева Python типы, посередине RAS типы. Вы можете их всех описать. И P3 их автоматически сконвертирует. Посередине то, что будет скопировано. А если вы хотите использовать именно те данные, которые находятся непосредственно в Python, в области памяти Python, то просто пишите эти типы. Давайте вернемся обратно к этой функции. Возвращается, кстати, она PyResult. В RAS, опять же, нет исключений в привычной форме, как в Python, когда мы их рейзим. Нам надо возвращать ошибку или возвращать удачный ответ и дальше с ним разбираться. Здесь за нас тоже делается работу P3, и нам не надо ни о чем поспориться. Вернули ошибку, все это преобразуется в те типы, которые есть в Python, извиняюсь. В целом, я, наверное, вас уже все-таки утомил этим RAS, поэтому задумывайтесь, если будете его использовать, что про это все надо знать. И надо ли вам это? Ладно, это такой off-top, секундочку. Немного ускорился. Давайте я попробую замедлиться. Здесь уже код именно преобразования. В целом, ничего сложного нет. Создаем какую-то стрингу, выделяем сразу же такой-то участок памяти и делаем преобразование. И возвращаем результат. Здесь ничего особенного. Я думаю, в целом, код достаточно понятен. Давайте посмотрим на бенчмарки, какие результаты. Я думаю, никого не удивит, что в итоге RAS оказался быстрее даже с тем, что мы копировали данные. Здесь как раз-таки я использовал примерно 1000 байт строку и передавал в RAS, и он обработал примерно в 6 раз быстрее. Опять же, видите, слева можете сравнить код. Что забавно, в первых итерациях я забыл поставить флаг релиз при компилировании библиотеки, и у меня RAS код работал в полтора раза медленнее. Обратите на это внимание, если будете тоже какие-то свои эксперименты проводить, потому что меня это немного, конечно, удивило. Но в целом, после этого флага результат достаточно очевидный. Но, опять же, есть нюанс. Мы использовали Python, не совсем, так скажем, стандартный, потому что имплементация вот этих функций, которые использовали, там, title, split, они реализованы на C. И в целом этот код уже оптимизированный именно для Python. А что будет, если мы напишем на чистом Python? Примерно здесь тот же самый код, что и на RAS только в исполнении Python. Есть небольшая оптимизация в виде того, что мы вместо стринга используем лист. Таким образом, он работает там. Чуть быстрее. И давайте уже сравним этот результат. А здесь уже не все так хорошо, потому что RAS оказался примерно в 17 раз быстрее. Но, опять же, это, наверное, не секрет. У нас есть 1000 байт информации. Мы передаем Python с ним работает. RAS с ним работает. И RAS оказывается быстрее. Окей. Но это не все. Давайте передадим уже не 1000 байт, а 60 байт. Это, не знаю, может быть, 10 символов в Python. Потому что Python заранее там выделяет больше места для даже пустой строки. Можно сказать, это пустая строка и до какого-то размера. И здесь уже RAS не показывает такие результаты, которые я показывал до этого. Здесь мы уже видим какое-то улучшение в скорости в 2, в 3 раза, если сравнить с чистым Python. И в целом вам нужно тоже подходить к задаче, если вы используете RAS, зачем вы его используете. Смотрите на свои данные. Действительно ли у вас не будет, допустим, там, оверхеда и вот это вот ускорение, которое дает сам RAS. Надо ли вам? Ну, сейчас еще закину небольшие минусы, которые я бы хотел отметить. Один из них — это библиотеки на RAS, которые написаны, они не совсем быстрые. Я здесь попытался использовать вначале уже готовую библиотеку, которая переводит из на кейсов в camel case. Но результат мне не совсем понравился, потому что он там на несколько порядков оказался медленнее. И даже если его сравнить с Python кодом, он работал очень долго. И это, конечно, немного удивило. Я ребятам создал issue, они, конечно же, его оценили. Но в целом там также предоставлен был бенчмарк, другой код. И, возможно, не все RAS библиотеки работают так быстро, как нам бы хотелось. То есть это тоже стоит иметь в виду. Нельзя просто так взять, допустим, Pile 3, взять какую-то RAS библиотеку, и чтобы это работало быстро. Надо, конечно же, писать бенчмарки и, возможно, некоторые места, если надо, улучшать. Еще к сложностям я бы хотел отметить концепции, которые есть в RAS. Это, с одной стороны, как раз-таки плюсы именно самого RAS. Это владение, заимствование и время жизни, то есть lifetime. Это поистинно уникальные концепции именно в RAS, и с ними надо уметь работать. То есть после Python или даже после C++ вы переходите на RAS. Нельзя просто взять и начать писать, не знаю, там, код, который раскушает. RAS будет ругаться, говорить, что здесь не так. Благо он, конечно, подчеркивает это все и в целом дружелюбен к быстрому старту, потому что у нас экосистема RAS, она позволяет тебе стартануть, так скажем, загрузив там Cargo, сделать Cargo от любимой Ливы и дальше ее использовать. И дальше у тебя будут подсказки, что ты делаешь не так. Но, опять же, эти штуки, когда я начинал писать, мне, наверное, несколько месяцев понадобилось, что в целом разобраться. Опять же, я это делаю нечасто, и, возможно, у вас получится быстрее. Другая сторона, наверное, это отладка. Если вы решите использовать RAS на проекте, то надо иметь в виду, что так, как на Python, делать отладку у вас не получится. Это все-таки компилируемый язык. Breakpoint ты везде не расставишь, везде код не отладишь. И здесь надо какие-то, наверное, более жесткие требования приводить, допустим, писать тесты, писать такие интеграционные тесты, которые проверяют именно, так скажем, все модули в Python и на Rust. Я лично так и делаю. Я просто пишу интеграционные тесты и проверяю. Если нужно какую-то отладку произвести, если я знаю, в чем проблема в Python коде или в Rust, я, конечно же, использую те инструменты, которые нужны для языка. Для Python это какие-то breakpoint можно расставить. Для Rust тоже есть своя, так скажем, реализация каких-то breakpoint с помощью сторонних крейтов. Но также можно использовать и другие, типа Valgrant, какие-то профилировщики, GDB и так далее. То есть в целом, если вы часто не будете его использовать, это, конечно же, минус. Потому что отладка достаточно такой важный процесс в разработке. И я думаю, новичкам будет достаточно тяжело этим заниматься. Да, все, давайте подведем, наверное, небольшие итоги. Мы посмотрели, как использовать Py3. Я надеюсь, сильно вас не загрузил, потому что там в Py3 есть на самом деле много нюансов. Но вы, наверное, про них и сами изучите, если вас заинтересовал Rust. Нужно ли использовать Rust у себя? Это, наверное, решать вам. Я вам точно не скажу. Но тенденция говорит нам о том, что библиотеки из Python-сообщества все больше смотрят в сторону Rust. У нас там уже есть, не знаю, своя реализация условного фреймворка, который обрабатывает какие-то HTTP-запросы и дальше передают управление на Python. У нас есть PyDentic, у нас есть другие инструменты типа RAV, которые написаны на Rust. И в целом, почему бы нет, Rust – язык общего назначения. Когда вы используете тот же Cytlan, который имеет более приближенный к Python-синтексис, но при этом вы его можете использовать только с Python. А Rust, если вы изучите концепции, изучите синтексис, вы его можете использовать и в других местах, где он как раз-таки мог бы показать себя. То есть нужно решать вам. Но подходите к инженерам, если вам нужен перформанс. Нельзя просто так взять и, как на Python, написать код, чтобы он работал. Там надо именно заниматься тем, чтобы он работал быстро. Ну, я думаю, попрактиковавшись, это не составит труда. Да, можем получить значительный Boost. Здесь, опять же, цифры зависят от того, как вы это реализовали. Тот же PyDentic говорит о том, что Boost есть в X17. Какие-то еще инструменты были. Да, у нас вот тоже мы здесь видели где-то X2, где-то тоже X17 был Boost. То есть надо смотреть от того, где вы его используете. И, наверное, еще отмечу, что если вы решите его использовать, то будет более сложно поддерживать проект, потому что у вас два стек, и один из них – это Rust. Я бы не сказал, что разработчики прям горят желанием на нем писать. Это, наверное, для таких хардкотч... В общем, для людей, которые фанатеют по таким сложностям, которым, наверное, не очень нравится, так скажем, C и C++ в теме того, что они позволяют прямо все сделать, да. Если ты там пишешь на C++, ты должен очень долго на нем писать, чтобы знать, что делаешь. На Rust, конечно, чуть более приятно. Rust за тебя, компилятор Rust за тебя отлавливает большинство ошибок. Язык ассоциирует себя как потокобезопасный, безопасный для работы с памятью. И в целом, мне кажется, с новичкам будет даже ближе Rust, чем какой-нибудь плюс C или C, потому что есть ограничения. А, опять же, как я говорил, с ограничением работать намного лучше, чем без них. Здесь по итогам все. Ссылки на те моменты, которые были упомянуты, которые были рассказаны в докладе, да. Опять же, библиотека в виде артефакта и всякие документации. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Да, спасибо, Данил, за доклад. Ссылки, я думаю, можно еще продублировать. Будет наш Telegram-чатик, чтобы точно никто их не пропустил. Ну, либо вы можете просто перейти по QR-коду. Что ж, а мы перейдем к вопросам. Такой, наверное, первый вопрос пока от меня. Воспользуюсь правом «Первую ночью» и кто меня вообще остановит, как говорится. Данил, смотри, ты рассказывал о том, хорошо или плохо писать на Rust, и какие проблемы будут, поводы поддержки. Если все же это зависело только от тебя, только ты мог принять решение, следующую систему, которую ты бы разрабатывал с нуля, ты бы на чем начал писать? Стал бы ты просто использовать, типа, он для Rust для этого? А тут вопрос, видишь, тоже. Я его один буду писать или с другими людьми, которые на Rust пишут, или с питанистами? Если с питанистами, то точно на питоне. Потому что я бы сказал, что здесь уже не решает язык, здесь решает то, какую экспертизу люди имеют в этом языке. С питоном большинство моих коллег очень долго работают, и в целом те ограничения, которые у него есть, я могу решить без проблем. Опять же, есть опыт. Наверное, так. Если бы я использовал... Да, если бы были разработчики, которые там несколько лет уже активно разрабатывают на Rust, я бы, конечно, выбрал Rust, потому что в целом и бизнесу будет от этого польза, так как язык безопасный, язык имеет ограничения, и нельзя будет как-то срезать углы, как это можно в питоне. В целом, я у себя в команде пытаюсь... Ну, почему бы я выбрал питон, потому что мы в команде его используем там стопроцентное покрытие тестами, линтеры и так далее, и в целом достаточно безопасно это делаем. Но, конечно же, иногда не так, как бы хотелось, поэтому раз бы с этим лучше справился. Ну и, наверное, зависит от задачи, да, вот если это не сложный бэкэнд, где... Да нет, я бы, наверное, даже сложный бэкэнд написал бы на питоне. Почему бы нет? Сори за такой холивар. Меня могут, наверное, за это съесть. Ну, правильно, одобряем питон. Питон SEO, как говорится. Так, смотри, а тогда второй здесь вопрос. Вот у меня такое есть, не знаю, наверное, опасение. Вот я как человек, который когда-то много времени уделял написанию различных тулингов, там, не знаю, плагинов для линтеров и так далее, вот меня немножко пугает тенденция, что инструментарий переходит на другие языки, в том числе на Rust, да, у нас появился RAV, у нас появились какие-то другие инструменты, они очень крутые, очень быстро работают, но кажется, что они вот эту пропасть между разработчиком и его инструментарием, они как бы ее усугубляют. Если раньше ты, ну, как минимум мог пойти и достаточно быстро освоить, как написать свой собственный плагин для Fake8, что-то у себя на проекте заавтоматизировать, да, то в случае с тем же самым RAV тебе придется осваивать прям новый язык программирования, как бы очень непросто вообще что-то туда законтрибютить. Как ты думаешь, вообще это хорошая или плохая тенденция, вот то, что люди, которые пишут именно простой продакшн-код, они все-все дальше становятся от того инструментария, который используют. Не могут просто так, большинство из них даже прочитать код не могут. Ну, я бы сказал так, Жень, не все, как ты, пишут инструменты для Fake8, но я согласен, что, наверное, разработчикам было бы, наверное, проще это сделать на том же питоне, используя Fake8. Мне кажется, большинство разработчиков, они, если используют их, то, ну, просто по факту тот же RAV, даже, по-моему, система плагинов все еще не внедрена в него, то есть нельзя какие-то плагины написать, но можно его использовать как хороший инструмент, который очень быстро работает. Почему бы его не завязать, допустим, какие-то плагины, которые он уже покрывает, убрать из Fake8, а те, которые нет, дальше продолжать использовать. Мы, например, у себя в команде так и делаем, да, мы и свои линтеры пишем, используем для этого Flake8, как плагин для Flake8, и, собственно, у нас запускается, допустим, RAV, он отрабатывает, и потом уже наш тулинг, который мы сами написали на питоне. И не только Flake8 можно использовать, там есть и другие, по-моему, инструменты, я точно сейчас не помню. Ну, окей, возможно, многие слышали какой-нибудь 3-ситер. Кстати, он тоже на Rust написан, но позволяет уже плагины создавать. Там уже работает с синтетическим деревом, и, в принципе, можно как-то преобразовывать, какие-то валидации делать и так далее. Есть еще другие. Мне кажется, зависит от того, ну, если можешь на Rust написать, ну, почему бы и нет, напиши на Rust, он будет работать быстро и безопасно. Если хочешь на питоне, напиши на питоне. Тоже, мне кажется, нет никаких ограничений, так как ты можешь комбинировать инструменты. Это не значит, что мы вот сейчас выкинем тот же Flake8, потому что появился RAP. Я думаю так. Надо как можно максимум этих инструментов себе в проект затаскивать. Легко затащить, сложно потом будет удалить, конечно же. Ну, как-то так. Спасибо, да. На самом деле, про инструменты и библиотеки на Rust у нас еще будут доклады, которые касаются уже в офлайн-части конференции на следующей неделе, поэтому все, у кого есть возможность, обязательно приходите. Коллеги будут эту тему немножко продолжать. Мы переходим к вопросам, собственно, из зала. Данил, есть ли у тебя примеры использования в продовой разработке Pire3 у вас в компании? Если есть, почему решили использовать Rust для экстеншенов? Какое-то коллегиальное решение или просто автор сам захотел? Да, я, наверное, забыл упомянуть вначале. Мы на проекты не используем именно Pire3, но используем в целом в компании. Люди используют и C, и C++. Я видел даже, кто-то пишет какие-то расширения на Go, чтобы интегрировать их с Python. И я как раз-таки хотел и выступить с докладом, чтобы показать еще один пример, что можно использовать Rust. Rust — популярный язык, предоставляет удобный интерфейс для интеграции с Python. И я бы рекомендовал сейчас, наверное, использовать Rust. Почему в команде мы не используем? Потому что у нас достаточно большая команда. И сейчас я бы сказал, что это будет немного сложновато внедрить его. Потому что, скорее всего, мы больше сделаем ошибок на Rust, чем как-то попробуем оптимизировать этот код на том же Python. В Python много расширений, которые написаны и на других языках, в том числе и на Rust. Можно их затаскивать, тот же Orgerson и такие инструменты, чтобы получить, так скажем, бесплатное ускорение. Я бы, наверное, ответил так. Команды не используем, потому что команда большая, а бизнес, я бы сказал, что не одобряет. Да, вот пока ты отвечал, мне как раз в чатик уже написал один аноним, которого ты очень хорошо знаешь, который говорит, что Pire3 уже начинает использовать. Так что, в целом, где-то в Тинькофф это есть, но подробности, я думаю, автор когда-нибудь сам расскажет, перейдет на конференцию. Да, вот, а в чатиках у Данила пока нет. Следующий вопрос. Был ли опыт использования многопоточности в Rust для обхода гилл в Python-задачу? Где нужно распараллелить вычисления? В общем, как ты думаешь, насколько это валидный способ, полезен ли он? Да, да, хороший вопрос. Я бы сказал, что был. Опять же, в той же библиотеке, которую я написал для конвертации. Такой искусственной библиотеки. Там как раз таки есть, я здесь не показывал как пример, но есть, что мы можем, в принципе, сделать, вызвать в Rust коде, так скажем, функцию Allow Threads, передать там наш коллбек вызова, и он уже в многопоточке позволит этот код выполнять. Можем, там есть несколько способов, как это сделать. Мы можем, именно вот если в Python несколько трэдов вызваны, чтобы они параллельно, условно-параллельно работали. И если мы в Rust, допустим, передали какой-то батч данных, уже в Rust непосредственно были созданы трэды, и эти трэды выполнялись. Есть два кейса использования, ну и в обоих, я думаю, Rust стоит как раз таки для таких кейсов и использовать. Если у вас есть очень большое количество данных, которые надо как-то обработать, конечно, на нескольких ядрах процессора это сделать намного быстрее. Python и Kill нам не позволят это реализовать, а Rust с радостью, и в целом он предоставляет еще и удобный синтексис. Просто вызываешь Allow Threads, передаешь туда замыкание с вызовом нужных функций, там, не знаю, или параллельно, или просто, и такой результат. Надеюсь, ответил на вопрос. Кстати, секундочку, хотел еще отметить, что нужно использовать типы Rust, если хотите параллельную обработку. И с чистыми Python-типами такой хак не получится реализовать. По вопросам в любом случае можно будет еще на дискуссию подключиться и что-то доуточнить, если вы не совсем поняли, что вы хотели. Так, давайте, у нас еще осталось не так много времени, парочку самых интересных вопросов, все остальные мы перенесем в дискуссию. Собственно, следишь ли ты за новостями про Mojo? Что ты об этом думаешь? Знаешь, что такое Mojo? Так, я знаю, что такое Mojo. Если честно, я не совсем его пока одобряю, что ли, потому что, ну, во-первых, у меня другой класс работы, возможно, какие-нибудь ML-чики только рады такому языку. С другой стороны, для меня уже есть как бы Rust, я не хочу еще какие-то другие векторы рассматривать. За тем же Mojo наблюдаю, мне интересно, как он дальше будет развиваться. Сейчас, мне кажется, он просто хайпанул какими-то там синтаксическими тестами, надо самому прям потыкать, посмотреть, именно для ваших кейсов подходит ли он. И в целом, если подходит, почему бы его, наверное, не использовать? Ну, я-то, наверное, не использовал. Сори, ребят, это халивар будет. Ну да, про Mojo на самом деле еще слишком свежий инструмент, чтобы какие-то выводы делать надо. Послушайте, я думаю, через годик будут какие-то первые кейсы использования. У кого-то в Prode и так далее, можно будет уже что-то здесь более предметно пообсуждать. Сейчас это прям скорее такой хайп, который нигде, никем не используется. Вопрос тогда, зачем там C, C++, ну, в тот же раз, да, вот когда есть Mojo. Конечно, вопрос интересный. Мне кажется, тоже хорошая тема для дискуссии, если найдутся интересующиеся похаливарить. Так, давайте мы найдем последний вопрос, который мы сейчас в трансляции обсудим. А вот, мне на самом деле понравился вопрос. Не совсем понятно, а в чем преимущество писать бизнес-логику приложения на типизированном расте? Можешь эту мысль пояснить? Да, это чисто мой поинт, потому что я как архитектор хотел бы, конечно, архитектуру видеть на всех стадиях разработки. От системной, как у нас сервисы с друг другом работают, до архитектуры кода. И в последнее время, да и не в последнее, это всегда, наверное, было, опять же, дядюшка Боб нам все это завещал, использовать чистую архитектуру. И в чистой архитектуре, а если вы еще и чистую архитектуру делаете с такой концепцией, как ссылочно-прозрачные функции в плане того, что у вас функция не принимает какие-то там объекты, которые реализуют какой-то интерфейс, а прям какие-то данные, и там есть код, раз здесь помог бы вам сделать больше ограничений в коде, разработчики бы меньше ошибались, потому что в Пайтоне надо иметь правильную культуру разработки. Использовать линтеры, они же необязательные, вы можете их не использовать. Надо использовать, что еще? Ну, надо писать тесты. Если вы не написали тест, не факт, что ваш код работает. Ну, вы это узнаете только в ронтайме. Тот же Rust позволит вам все это проверять уже во время компиляции, посмотреть, что у вас правильно описаны типы, что вы их правильно используете, правильно написали свою бизнес-логику. И другой разработчик читает даже без тестов, что тестов нет, ну, если он перед собой видит код Rust, он поймет, что может доверять этому коду. Это вопрос даже доверия. Доверия, ограничения, и в целом как раз-таки, что наша бизнес-логика ни от чего не зависит. Если делать это на Питоне, то где-то проскальзывают зависимости, какие-то хаки, не все разработчики с вами синхронизированы, они могут в голове иметь другое видение проекта и по-другому делать. Просто кучка разработчиков скоперируются, будут друг друга ревьюить, а вы такой умный и красивый. В итоге вас никто не будет слушать. Как-то так. Понятно, понятно. На этом мы заканчиваем часть трансляции. Обязательно проголосуйте за этот доклад. Очень важна обратная связь. Очень важна, собственно, для Данила, чтобы он дальше готовил вам такие же крутые доклады и в будущем снова выступал на Петерпайе. Всех желающих мы приглашаем на дискуссию. И те, кто-нибудь к нам не присоединится, спасибо, что нас послушали. Да, все, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...